Многие тамбовчане уже слышали о благотворительном социальном проекте «Добрая точка». Это то место, куда можно принести еще хорошие, но уже ненужные дома вещи, и там их передадут тем, кому они действительно в данный момент нужны. Одиноким мамам из района, беженцам, людям, оказавшихся в сложной ситуации. За несколько лет проект очень вырос. Переехал из маленькой комнаты в собственное здание. Естественно, и вещей передавать стали больше, так что волонтеры часто просто не успевают быстро все разобрать, рассортировать и вовремя передать. Так родилась идея проекта «Волонтер на дому». Всем, кто хочет помочь «Доброй точке», предлагают начать делать это уже у себя дома. Все эти вещи уже развешаны по размеру, по сезону и ждут тех, кому смогут послужить. Почти каждый день сюда, в «Добрую точку», горожане приносят одежду, обувь, игрушки. Часто так много, что волонтеры просто не успевают быстро все разобрать. А потому предлагают дарителям стать участниками проекта «Волонтер на дому». Не хватает времени, многие работают, не хватает сил. Ребенок маленький или много детей, или живут далеко от «Доброй точки», неудобно доехать. Но желание помочь, конечно, есть. Именно для таких потенциальных волонтеров мы и сделали проект «Волонтер на дому». Так чтобы каждый, абсолютно каждый человек, который хочет поучаствовать в жизни проекта «Добрая точка», мог это сделать. Начать волонтеры рекомендуют у себя дома, возле вещевого шкафа. Первое – отобрать вещи, которые вы уже не будете носить. Потолстели, похудели, изменил стиль, имидж, настроение, все что угодно. Вы берете вещи, понимаете, больше я эту вещь никогда не одену. У нас, женщины, совершенно обычное дело. Если вещь в порядке, без повреждений и пятен, ее достаточно просто постирать. Если вещь в идеальном состоянии, как, например, вот эта, мы ничего с ней не будем делать, она чистая, она поглаженная, мы ее просто аккуратненько складываем, и она отправится в «Добрую точку». Вещи с небольшими дефектами в «Доброй точке» тоже принимают. Ну, например, вот такие шортики. Они уже не в идеальном состоянии, на них есть пятнышки, какие-то катышки. Но в деревне или где-то дома во дворе вполне можно на ребенка надеть и не переживать о том, что он там их испачкает, порвет что-то. Но встречаются среди вещей и те, которые уже просто нельзя использовать. Много пятен, ткань повреждена, иногда состояние вещи сродни ветоши. Их волонтерам после сортировки приходится просто выбрасывать. В общем, имеет такой вид, что надеть на ребенка просто будет даже неприятно, даже дома. Такие вещи привозить в «Добрую точку» не стоит. Также внимательно стоит осмотреть и обувь. Вот обувь в хорошем состоянии, и такой всегда рады. Чистые в идеальном состоянии, липучки рабочие. Если обувь требует ремонта, то лучше отнести ее в мастерскую сами. Не забывайте, те, кто приходит в «Добрую точку» за вещами, часто не имеют возможности оплатить ремонт самостоятельно. К сожалению, обувь отправляется в мусорный контейнер не реже, чем одежда. Даже вот с такими неплохими с виду сапогами придется расстаться. Надеть их на работу или в поликлинику уже не получится. Ходить таких во дворе будет неудобно. Те вещи, которые они нам приносят, это подарки. И они должны выглядеть как подарки. Потому что это благотворительность, это очень серьезный, важный процесс. Уже здесь, в «Доброй точке», вещи еще раз осмотрят, измерят. И на каждой появится стикер с размером и ростом. Со временем волонтеры хотят создать единый электронный реестр вещей. Тогда обслуживать тех, кто приходит, можно будет по предварительному заказу, без лишних поисков. И каждый подарок быстрее найдет своего адресата. Напомню, что уже рассортированные вещи можно передать по адресу Улица Якова Синева, 4, проект «Добрая точка». Или позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своем экране.